Очередной номер газеты Одинцовской недели снова ждет вас в фирменных стойках распространения, дорогие читатели. Наше издание всегда яркое, нарядное, красивое, но в предпасхальную неделю наша неделя это просто изделие Фаберже в мире муниципальной прессы. Такая настоящая пасхалочка. Конечно же, в номере есть обстоятельные интервью о традициях, связанных с этим религиозным, но ставшим очень народным праздником. О значении обряда рассказывает благочинный церкви Одинцовского округа настоятель Гребневского храма священник Григорий Федотов. Федеральные новости. Президент Владимир Путин сказал, есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. Председатель правительства России Михаил Мишустин считает, что для этого надо возродить отечественную инженерную школу. Новости региона. В Подмосковье полным ходом идет реализация проекта поликлиника «Перезагрузка». 65 медицинских учреждений Московской области приведены к современным стандартам, в том числе и в Одинцовском округе. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов развивает данную тему на страницах муниципальных новостей. В ближайшие дни начнет прием пациентов в центр диспансеризации на улице Маршала Бирюзова. А ремонт и переоснащение ждут еще несколько поликлиник округа, в том числе и центральную детскую. Активные жители города стали футурологами и урбанистами. В Одинцово проходят проектные семинары по обсуждению благоустройства центральной площади, которая начнется, если город выиграет конкурс Минстроя Российской Федерации. О чем же мечтают Одинцовцы? Читайте на страницах Одинцовской недели. Кстати, прием продолжений еще продолжается. Рынок, магазин, гипермаркет, доставка продуктов на дом. Какая стратегия приобретения продовольствия в наши дни наиболее актуальна? Предпочтения жителей Одинцовского округа выяснили наши корреспонденты Ирина Комель и Елена Щукина. В гостях у подкаста Одинцовского информационного центра «Сами мы не местные» на этот раз очень даже местная заместитель директора Барвихинской средней школы Людмила Чуприна. Просто она, уроженка Омска, жена офицера. И перед переездом в Одинцовский округ ей пришлось немало поколесить по стране. Очень актуальная сезонная тема. Как уберечь своих домашних питомцев от укусов клещей, распространяющих очень опасные для животных заболевания? Об этом корреспонденту Валерии Баранцевой рассказывает заведующая Одинцовской участковой ветеринарной лечебницы Анна Рыбалкина. А в колонке происшествий обращает на себя внимание возмутительные случаи. С Игнатьевского кладбища злоумышленники демонтировали 40 надгробных плит. Увести успели не все, но цинизм преступления поражает. Обокрасть последнее пристанище – это просто за всякими рамками морали. Надеюсь, что в одном из следующих номеров нашей газеты появится материал о раскрытии этого дела. А получить номер нашей газеты можно на фирменных стойках распространения или в интернете вот по этому адресу. Продолжение следует...